Уважаемые коллеги, добрый день. Мы проводим заключительное в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета. В углублении интеграции достигнуты хорошие масштабные результаты. В сжатые сроки завершена подготовка договора о создании Евразийского экономического союза. Мы подписали его в мае на саммите в Астане. А уже к нашей встрече в октябре в Минске договор был ратифицирован парламентами России, Белоруссии и Казахстана и вступит в действие с 1 января 2015 года. Таким образом, Евразийский экономический союз заработает в полную силу. Как мы уже неоднократно говорили, будет создан общий ёмкий рынок с более чем 170 миллионами потребителей. Обеспечена свобода передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Бизнес получит возможность вести дела по универсальным, прозрачным правилам международной торговли, основанным в том числе на принципах Всемирной торговой организации. Взаимная выгода от участия в интеграционных процессах очевидна. Успешная деятельность Таможенного союза, которую мы создали в 2011 году, наглядно это подтвердил. Экономические связи внутри тройки укрепились и количественно, и качественно. Товарооборот вырос на 50%. Что касается качества, то улучшилась структура взаимной торговли за счёт повышения доли товаров с высокой добавленной стоимостью. Начало функционирования Евразийского союза означает переход на более продвинутый этап интеграции. Убеждён, это придаст дополнительный импульс развитию экономик наших государств. Союз станет мощным центром роста всего региона. Увеличатся торговые и инвестиционные потоки. Будут укрепляться деловые связи и повысится благосостояние наших граждан. Реализуемый нами интеграционный проект уникален не только по масштабу и содержанию, но и по духу. Он основан на принципах равноправия, доверия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. При этом его участники не отказываются от государственного суверенитета и сохраняют свою национальную самобытность. Мы стремимся находить взаимоприемлемые развязки и компромиссы по самым различным вопросам. Руководствуемся принципом консенсуса при принятии основополагающих решений. Наши страны в равной степени представлены в руководящих органах и суде Союза. Всё это делает евразийскую интеграцию привлекательной для соседей и партнёров по СНГ. Два месяца назад в Минске мы заключили договор о присоединении к Союзу Армении. Процедуры его ратификации завершены. Так что со 2 января будущего года Армения станет полноценным членом нашего объединения. Сегодня подпишем договор о вступлении в Евразийский Союз в Киргизию. Киргизские друзья совместно с правительствами «Тройка» Евразийской комиссии прилагают серьёзные усилия для адаптации национального законодательства к требованиям Таможенного Союза и единого экономического пространства. Реализована большая часть соответствующих дорожных карт. Важно не снижать темпов и сообща завершить эту работу. Интерес к наращиванию сотрудничества с Евразийским Союзом проявляют и страны из других регионов. В финальную стадию вступила подготовка проекта соглашения о свободной торговле с Вьетнамом. Аналогичные договорённости прорабатываются с Турцией, Индией, Израилем. Совсем недавно, я коллегам сейчас об этом рассказывал, в ходе поездки в Узбекистан договорились с президентом Узбекистана о том, что начнём работу, создадим рабочую группу о работе над договором о зоне свободной торговли между нашим объединением и Узбекистаном. Готовятся меморандумы о взаимопонимании с ОСИАН, Меркосур. Уверен, интересам нашего объединения одинаково отвечает расширение связи со всеми странами и организациями, как на Востоке, так и на Западе, на основе равноправия и взаимной выгоды. Суммируя, хочу подчеркнуть, что наше интеграционное взаимодействие успешно развивается, налицо его конкретные осязаемые результаты, однако останавливаться, конечно, на достигнутом нельзя. Впереди новые большие задачи. Предстоит на практике наладить стабильное и эффективное функционирование Евразийского Союза, продолжить работу по укреплению его институтов. Ряд важных решений в этом направлении мы примем уже сегодня, в их числе договорённость о порядке председательства в нашем объединении. Среди других приоритетов вижу необходимость повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Евразийского Союза. Запуск перспективных совместных проектов и создание высокотехнологичных рабочих мест в нефтегазовом комплексе, металлургии, химической промышленности, авиа- и машиностроении, космической отрасли. Нужно снимать остающиеся барьеры, ограничивающие свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Предстоит реализовать планы по формированию с 2016 года общего рынка фармацевтической и медицинской продукции. Шагом к этому станет сегодняшнее наше решение об обороте лекарственных средств и медицинских изделий. Мы также утвердим перечень секторов услуг, в которых единый рынок начнёт функционировать уже с 1 января 2015 года. От этого выиграют строители, предприятия оптовой и розничной торговли, туристического бизнеса. Важно также не затягивать с взаимным признанием лицензии на ведение этих видов деятельности в наших странах, чтобы наши компании уже с первых дней работы Союза могли в полной мере воспользоваться преимуществами интеграции. Рассчитываю, что наше заседание по традиции пройдёт в деловой и конструктивной атмосфере. Благодарю вас за внимание.